Как дела, друзья? Меня зовут Маку, и мы продолжаем с вами завоевывать... завоевывать королевство. По крайней мере, пытаемся. Через престиж хочу напомнить, кто видел предыдущую серию, а кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылка на плейлист в описании под видео. И на нас нападает Бран. И мы пытаемся его завоевать и заслужить хотя бы этот бархатный бордовый или какой он там, алый трон всего королевства через престиж и с помощью Скарлетт. Так, Бран, слушай, я тебе что сделал вообще? Вот, блин, не угомониться, понимаете? Вот он хочет престиж, и все. Из-под носа прям забрать. Так, чувачок, ты это... Гниль, конечно, блин, ну... Карты у нас, да, по-прежнему никакие вообще, никакущие. Для боя я имею в виду. У нас в основном идут по нашей карте. Говнёк. Смотрите, вот тыкает по единичке. Да, мне писали вы, друзья, в комментариях, что очень интересно, как можно через гниль победить. Ну, это довольно сложно, потому как с наступлением каждой ночи король прибавляет себе гниль. И успевать за ним довольно сложно. Ну, и с каждым утром, естественно, он лишается одного очка здоровья. Так, вот если бы на лесистую местность наслать чуму, но тут только поселение и болото, к сожалению. И это печалька. Я бы, конечно, мог сейчас как-то его постараться обойти. Давайте попробуем постараться обойти его. Здесь он опять нападёт. Ну и фиг с ним. Не хочется просто в гору лезть, если честно. Да, у нас безлунная ночь, кстати. Никого вообще не видно. Классная битва. У меня так нравится, когда наши соперники погибают в бою и погибают вместе с врагом. А этот всё хвостом машет, блин, своим шикарнейшим буйство ещё и убрано. Обалдеть. Вот прицепился, как одно дело к штанам. Вот чё ты прицепился ко мне? Да, сейчас вроде бы как он нас и загасит. Да. И мы теряем одну очко престижа. Ах ты, ё-моё. Забрал таки лидерство. Настойчивый толстый кусок... ...медведя. Ха. А у нас вообще единица, кстати. Э-х-х-х. Агенты короля обманывают народ. Во всех поселениях королевства начинается террор. Это хорошо. Не нам, так и никому не достанется. Ну чё, сейчас потихоньку будем спасать. Только надо как-то от брана... ...избавиться. Сейчас посмотрим, где он стоит. А он стоит в лесочке. Он стоит в лесочке... ...на маленьком... ...виточке. Давайте попробуем... ...я, конечно, рискую дико. Но у нас и так одно... ...ноль престижа. Одно очко престижа, хотел сказать. У нас ноль. Можем мы напасть на этого? Можно было бы, конечно, его выгнать оттуда. Минус два к здоровью. А давайте так сделаем. Если он на нас нападёт, мы как раз с ним сразимся. Потому что мы до него дотянуться не можем. А, стоп. На гадов это не распространяется? Ты серьёзно? Нормалдос вообще? Ну, ладно. Типа как... ...как бы... Ах... Ах... Давайте завалите друг друга. Я вас очень прошу. Мне нужно чистое поле. Без всяких соперников. Чтобы забрать назад три хотя бы. О! Чувак! Здравствуй! Ах ты, блин. А он просто так не сдастся, я так понял, да? Говнюк какой, а. Вот прицепился. Да нет, у меня уже престижа. Отвали от меня. Козлина ты. С черепушкой на письке. Нафиг пошёл. Вот. Молодец. Давай нам ход, пожалуйста. Я хочу его хотя бы отравить. Но мы не отравим. Ну да. Ах ты, ёберный балет, а. Что ж вы ко мне все прицепились. Ну никак не хочет играть дать. Нам победу. Приходится выбивать её. Выгрызать прямо зубами. Ну да. Ну да. Блин, как классно мы отошли. Очень круто. Так, у нас золотишко больше всего. Давайте возьмём предмет. Посмотрим, что это такое. Применить к существу дальность пива из дерзоягоды. Плюс один к атаке и минус один к интеллекту до конца следующего хода объекта. Это довольно прикольная штука. Но я таки отыграюсь хотя бы чумой отыграюсь на этом козле. Вот так. Тебе. Говнюк. И наверное вылечимся, да? Три магии. Говнюк. Говнюк. Отлично. И теперь вот эту штучку мы возьмём. И сможем ли мы... Нет, не сможем. Никак не сможем его добить. Окей. Зато мы можем взять поселение под свою контроль. Давай-ка. Отлично. Чернокнижник. Можно нанять. Минус один к здоровью за каждое очко магии. При использовании заклинаний, превышающих ваш запас магии. Это чё за херовина такая? Не знаю. Ладно, два престижа мы вернули. Ещё осталось нам, чтобы догнать этого козлина. У него шесть. Нифига себе. Да ты, как я посмотрю, потенциальный король. Следующий. Будем... Я не знаю. Будем стараться как-то не допустить этого безобразия. Это не справедливости. Гниль только тянет. Так, гады, давайте ему... Да. А я застыл и замер в ожидании того, что он всё-таки падёт хотя бы как-то. Да, шесть престижей, это, конечно, блин, баснословная для нас цифра пока. Король приказывает лидеру по престижу поделиться своей славой. Каждый герой получает плюс один к престижу. Ха-ха-ха, колосс. И кто лидер сейчас будет? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А он остаётся, что ли, лидером при трёх? Да, вроде бы. Смотрите, здоровья сколько у него. Капец. Ты где его надыбал? Расскажи, где выкопал. Я тоже, может, поищу. Может, по каким... Деревцам. Золото у нас много. Плюс один к золоту после каждого исследования подземелий. А сколько у нас вообще... Ага, понял. Ладно. Так, значит, так-так-так. Так, хотелось бы, конечно, пропетлять раз, два, три. И следующее поселение... Не, давайте, наверное-ка... Наверно-ка, мы сделаем-ка вот так вот-ка. Для начала-ка. Лидер по престижу. Отлично. И оруженосец нам дают. При гибели в бою оруженосец принимает удары на себя и погибает вместо вас. Можно нанять. Самое время было бы, конечно. Давайте так сделаем. Вместо чего... Плюс один к престижу за каждое захваченное поселение. Это нам нельзя. Этого лишаться. дополнительный бросок при испытании нет давайте заменим наверное стоп 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 дай дай мне это а это же группа е-мое чушь я да отлично у нас два здоровья поэтому я его нанял то есть если что он просто погибнет вместо нас а нам еще кстати нужно захватить вот это так хорошо заканчиваем ход и ход меркурия бран довольно мощный я так что это было и news не успел разыскивается да я предполагал что он сейчас походит в сторону королевства у него вполне есть шансы победить короля так что если стражники конечно его не остановлю не остановит до этого было бы печалька конечно потерять так захватываем один меч давайте вот этот наверное сажу отлично не надо нам минус один к золоту хорошо теперь мы с вами потихоньку отступаем у нас теперь шесть престижа и нам стоит ждать пока надерут зад или как минимум не пропустят раньше нас раньше смерти короля стражники брана еще было бы конечно хорошо победить вот этого засранца но если бы его можно было бы как-то ослабить вот та-та-та-там лунная настойка лунная настойка и взгляд безумный давайте возьмем хорошо пам 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 7 гнили против 1 не буду я рисковать давайте-ка наверное вот сюда вот отступим замаскируемся просто и будем ждать что же будет делать этот гад и что же будет делать брон и все остальные ох как меркурия прописал хорошо отлично отлично просто так наш шансы на трон возросли если этот бран пухлый не отправится на нас прямо сейчас мы знаем да друзья что он к нам не равнодушен он так заигрывает просто сказать скарлет 6 смотрите по 3 максимально у каждого опозоренный защитник минус 3 к престижу у лидера по престижу за плохую службу все королевские стражники получают плюс 2 к силе и плюс 2 к атаке но это не к нам конечно дезертиры вся королевская стража во дворце покинула свои посты и исчезла это тоже фигово кстати очень фигово и очень не кстати фигово кстати и очень не кстати да ну нам придется выбрать дезертирую потому что не хочется разделить престиж все равно там испытания ждут и меркурия скорее всего их не пройдет может и пройти как в прошлый раз да такой сюрпризик был нет позапрошлый раз так 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 давайте возьмем заклинание и возьмем еще один предмет посмотрим гламур крадет из рук у объекта одну карту две магии это прикольно кстати предметы по предметам по предметам по предметам пиво из дерзо ягоды чернокнижник плюс два мяча и минус один бросок в бою занятное предложение занятная занятная потому что у нас есть плюс один дополнительный бросок но это при испытании давайте вот так вот сделаем хорошо как минимум защиту подняли да и украдем карту объекта у какого объекта будем красть карту давайте убрана украдем применить герою предупреждение сил природы обеспечивает уклонение до конца следующего хода объекта у это классно кстати до конца следующего хода говоришь да хотелось бы жизни конечно восполнить но если мы потеряем хоть одно из поселений это уже у нас минус одну очку престижа и король со следующим рассветом падет и у нас одна жизнь хотя у нас есть оруженосец уклонение до конца следующего хода давайте возьмем ее и просто подождем как думаете плюс один минус один к интеллекту давайте это тоже применим вот так будем сражаться и стоять насмерть просто ждем зов червей на всех картах руках объекта классно что мы все использовали практически жаби клевета иди нафиг иными словами ты говнюк ах ты мелкий пакостник ты мелкая говнюшка 11 смотрите сколько у нас карт это максимальное количество пока что зато у нас есть уклонение это тоже хорошо нет 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 да он просто добивался не пройди не про и не пропал и не прошел пропал и не прошел это хорошо хе-хе-хе-хе-хе ух засранец какой а какой засранец я то ждал каких то подлостей от меркурия и от виса но бран оказался не тем кем надо билета блин минуса 1 престиж у нас друзья а нет пожалуйста нет я не хочу плюс 1 к сложности испытания обалдеть блин блин еще одно применит к существу регенерация плюс 2 к здоровью целей заходatu в течение следующих двух ходов объекта о это класс давайте возьмем вот это так теперь 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 нам нужно взять здесь еще и рядом бран было бы классно конечно у нас и времени особо то нет можно было бы подождать чтобы гад напал или бран напал на гада но еханы бабай совсем не здорово это совсем не здорово и никакого поселения здесь поблизости вообще нет попадалого по пандосина ну куда 2 очка куда да куда так здесь заблокировано мы полечиться даже не можем говнюка какой сюда можно было бы конечно заглянуть полечиться но дело в том что нам нужно держаться где-то поблизости нам это поселение может в последний момент просто спасти нас применить к испытанию стоимость 1 магия знать бы еще конечно что здесь за испытание но я думаю что мы вот так вот сделаем получить можно нанять как же быть а как же нам быть время-то уже и позднее позднее время-то давайте сюда подойдем и просто замаскируемся вот так до меркурий упал тянет карты ушел засранец на получи гад наваля ему навалял говнюк еще и камень забрал да у него сколько камней уже 3 не 2 но времени практически не осталось друзья следующее утро все решит да другой гад ему навалял он же только что по погиб друзья погиб какого фига блин мы же выстояли мы же стояли мы же не погибали столько ах ты ее моё очередная но вы меня конечно как всегда заклюете да но игра такая злостная злостная игрушка жесткая конечно это сражение было уже намного интересней как по мне надеюсь вам тоже больше понравилось чем предыдущие ну конечно каждое прохождение каждое стремление к трону не похоже на другие но тем не менее лидер по престижу бран он же только что вот накануне погиб он даже еще не воскрес даже не 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 отреспаунился не успел он этого сделать и все равно он лидер по престижу ну как это называется а ну вот как кстати самые отравленные меркурию из всех да видите какая у него колючая лоза вокруг значка и меня отвис разочаровал если честно какой то он обычно он какой то похитрее ну да ладно ну что будем дальше двигаться к победе я не сдамся скарлетт мне конечно не особо нравилось потому что ну и вроде как мы ах да у нас остается еще один персонаж если вы знаете по игре вы догадываетесь кто это будет в следующей серии а потом уже будем переходить к другим гильдиям и к другим всяким фракциям вот так вот друзья вот такая вот жестокая игра ссылка на плейлист в описании под видео комментируйте ставьте лайки подписывайтесь на канал на группу вконтакте и увидимся с вами в следующей серии и в других видео я вас жду тоже пока пока пока